Божаю здоровья, шановне украинцы. Желаю здоровья, уважаемые украинцы. В настоящее время еще продолжаются восстановительные работы в тех регионах, где сегодня были попадания российских ракет. Делаем все возможное, чтобы восстановить энерго и водоснабжение. И восстановим. Нет у российских террористов таких ракет, которые могли бы попасть в украинское желание жить, жить цивилизованно и заботиться друг о друге. А если кто-то там в Кремле наслушался своих безумных пропагандистов и решил, что тьма в Украине поможет давить на украинцев, то пусть потом не удивляются своим потерям, когда увидят, как украинцы ведут переговоры в темноте. Сегодня очень хорошо сработали наши воздушные силы и все, кто привлечен к защите неба. Большинство объектов, которые террористы определили в качестве мишеней, удалось спасти. Только за это утро террористы применили для массированного удара 55 крылатых ракет, из них 45 сбиты. Я благодарю за этот результат все командование воздушных сил. Юг, Север, Восток и Запад. И все подразделения сил обороны, которые привлечены к защите нашего неба. Плюс сегодня сбиты еще 4 российских вертолета, 3 ударных К-52 и 1 Ми-8. Конечно, мы будем и дальше усиливать нашу противовоздушную оборону, но уже сейчас на каждые 10 попаданий террористам приходится тратить минимум в 4 раза больше ракет. Еще хуже показатели у России по дроном, в том числе и по тем, которые поставили им подельники из Ирана. И это видит мир. Видит, что бывшая вторая армия мира уже даже не 22-я по своей эффективности. А мы сделаем все, чтобы она пошла вообще во вторую сотню. Это будет. Хочу сейчас особо отметить подразделения и работников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, которые и на прошлой неделе, и сегодня ликвидировали последствия атак террористов. Они работали даже при угрозе повторных ударов и потушили десятки пожаров. Большая благодарность и всем энергетикам, работникам коммунальных служб, местному самоуправлению, областным администрациям, каждому и каждой, кто возвращает нормальную жизнь. Не меньшая благодарность тем нашим людям, которые каждый на своем уровне гарантирует, что ответ террористам обязательно будет. Будет ответ на поле сражения. И я хочу напомнить, что общий уровень потерь личного состава российских оккупантов уже почти 72 тысячи. Ответ будет террористам и в международных отношениях. Полная международная изоляция государства террористам – это уже просто вопрос времени. Будет ответ и в плоскости уголовной ответственности. Все, причастные к российскому террору, все, кто его организовывал, осуществлял и оправдывал, будут отвечать за это перед Международным судом. Каждый новый российский удар по нашим гражданским объектам только облегчает и приближает международный консенсус по ответственности России. А упавшие на территорию Молдовы обломки российской ракеты только напоминают, насколько важно вместе защищаться от этого зла, от расшизма, не признающего ни государственных границ, ни человеческих ценностей. Сегодня был с визитом в Украине премьер-министр Чехии. Один из наших самых больших друзей. Чехия сейчас председательствует в Совете Европейского Союза. И вот так Россия относится к европейским структурам. Во время визита чешского представителя – 55 крылатых ракет. Впрочем, что бы там ни думали в Москве, Украина заботится о себе и делает свое. Подписали сегодня с господином премьер-министром специальную декларацию по евроатлантической интеграции нашего государства. Чехия подтвердила, что поддержит членство Украины в НАТО. Декларация также содержит конкретные направления нашего сотрудничества по имплементации стандартов НАТО в Украине. Начинаем работу по подписанию также декларации со всеми членами Альянса. Говорил с канцлером Германии Шольцем. Поблагодарил его за предоставленную систему противовоздушной обороны «Айрис-Т». Проинформировал о достигнутых немецкой системой результатах. Обсудили возможности увеличения немецкой поддержки для Украины, в том числе и восстановления нашей инфраструктуры после ударов террористов. Говорили также с генеральным секретарем ООН Антонио Гутерришем. Проинформировал его о новом уровне эскалации из-за российских действий. Террор против украинских энергообъектов, а еще и на фоне попытки России обострить мировой продовольственный кризис, это очевидные доказательства того, что Россия и дальше будет противопоставлять себя всему международному сообществу. А если да, то России не место в совбезе ООН и всех других международных структурах. Благодарю и господина Шольца, и господина Гутерриша за поддержку наших действий, направленных на сохранение экспортной зерновой инициативы и не допущение развертывания в части регионов мира масштабного голода. Очень важно сейчас не допустить этой глобальной дестабилизации, которой хочет Россия. И мы можем ее не допустить. Подписал сегодня три указа о награждении наших воинов. В общей сложности 406 бойцов Вооруженных сил Украины отмечены государственными наградами. Хочу отдельно поблагодарить бойцов подразделения Национальной гвардии Украины, которые выполняют задания в Донецкой области. Выполняют их точно и эффективно. Умело защищают позиции и ощутимо давят на расистов. Благодарю вас, ребята, за это. Спасибо всем, кто приучает Россию к мысли, что ни армией, ни террором, ни чем-либо еще России не удастся покорить Украину. Слава всем нашим героям. Слава нашему прекрасному народу. Слава Украине.